Вести Ульяновск в прямом эфире. Добрый день. Смотрите выпуски. Дорогу не поделили водители, пострадали пешеходы. У нее переломы костей нижних конечностей, раны нижних конечностей, травматический шок при поступлении. В настоящий момент состояние ближе к удовлетворительному, стабильное. Авария произошла на перекрестке улиц Симбирской и Люксембург. 628 детей погибли на дорогах страны в прошлом году. Почему так происходит, как думаете? Экономят, но мне кажется, это не тот вопрос, в котором нужно экономить. В перинатальном центре будущих мам обучают правильно перевозить детей в автомобили. Чем шире котлован, тем сильнее народный гнев. Доложено губернатору Сергею Ивановичу Морозову об данной ситуации. Он о ней в курсе, как я вам уже говорил. Он однозначно на вашей стороне. Жители Большого Нагаткина выступили против строительства нового дома. Страшная авария произошла сегодня утром в Ленинском районе Ульяновска. На пересечении улиц Симбирская и Люксембург в 7.40 столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие. По предварительной информации произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2107 и автомобиля ВАЗ-Приора. В результате столкновения автомобиль ВАЗ-2107 отбросило на тротуар, где в это время находились три пешехода, в том числе несовершеннолетний ребенок. В результате дорожно-транспортного происшествия три пешехода доставлены в медицинское учреждение. Как рассказал водитель «семерки», он двигался по улице Роза-Люксембург в сторону центра, когда неожиданно его буквально смело в сторону пешеходов. Я двигался на зеленый сигнал светофора. С левой стороны, с водительской стороны, произошел удар от Приора. От удара меня бросило на пешеходный переход, где стояли люди. Я увидел в последний момент, что он уже удар в водительскую сторону пришел. По словам очевидцев, одна из женщин вела своего ребенка в детский сад, находящийся неподалеку, и всех троих пешеходов именно она была доставлена в очень тяжелом состоянии в больницу скорой медицинской помощи «Ульяновска». На данный момент она перенесла операцию. По словам врачей, она прошла успешно. У нее переломы костей нижних конечностей, раны нижних конечностей, травматический шок при поступлении. В настоящий момент состояние ближе к удовлетворительному, стабильное. Ее сын с ушибами доставлен в травматологическое отделение областной детской клинической больницы. Состояние мальчика оценивается как средне-тяжелое. А еще одна пострадавшая находится дома. И в продолжение темы детское кресло спасает не от штрафа, оно спасает жизнь. Простая истина, которую до сих пор понимают не все. Только за прошлый год на дорогах страны погибли 628 детей. Число ужасает. Свести его до минимума призван федеральный проект «Детство без опасности». В Ульяновском перинатальном центре будущих мам обучат, как правильно перевозить ребенка. Одним из тех, кто дал старт этому проекту, стал мой коллега Артем Петров. За 2018 год на дорогах региона погибло 6 детей в возрасте до 16 лет. Четверо из них в момент ДТП находились в автомобиле. Спасти их жизни могли специальные удерживающие устройства и простые ремни безопасности. Но и сегодня многие пренебрегают этими правилами. Почему так происходит, как думаете? Экономят. Но мне кажется, это не тот вопрос, в котором нужно экономить. Все-таки на кону жизнь, здоровье наших детей. Поэтому, думаю, в этом вопросе нужно проявить всю свою ответственность, как родители. Именно в перинатальном центре начинает работу федеральный проект «Детство без опасности». Будущих родителей научат, как правильно устанавливать детское кресло. Проведут мастер-класс и ответят на самые актуальные вопросы. Ребенок, в отличие от нас, взрослых, безусловно до определенного возраста, не в состоянии сам себя безопасить. Он не может сам определить для себя самое комфортное и безопасное место в автомобиле. Это целиком и полностью наша с вами задача. Нас, взрослых. Безопасность дорожного движения – это один из пунктов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Необходимо снизить количество аварий на опасных участках, привести в нормативное состояние трассы и магистрали в городах. И не только. А главное – свести количество погибших в ДТП детей до минимальной отметки. Наша с вами задача, и президент об этом говорит, что до 30-го года мы должны вообще достигнуть нулевой смертности. Прийти к так называемому полному и безопасному проезду на автомобильных дорогах. В ГИБДД отмечают, что при использовании специального удерживающего устройства вероятность травмы при столкновении снижается на 75%. Руки матери ребенка не удержат. При резком торможении или ударе при скорости 50 км вес пассажира возрастает более чем в 30 раз. Если вес ребенка 10 кг, то, соответственно, в физике в момент удара он будет весить уже более 300 кг. И удержать его, чтобы уберечь от резкого удара, практически невозможно даже атлету. Так случилось и 22 августа прошлого года. На 216-м километре автодороги Саранск-Сурская-Ульяновск ВАЗ вылетел на встречку и столкнулся с пассажирской газелью. Десятка превратилась в металлолом. Водители пассажирка выжили, а вот ребенок скончался по пути в больницу. В предварительный момент ДТП месячная девочка находилась на заднем сидении на руках у матери, которая была не пристегнута. А вот конкретно эта переноска не является специализированным удерживающим устройством, которое могло бы сохранить жизнь ребенка. Установить кресло и пристегнуть ребенка. Эти действия должны быть отточены на подсознательном уровне. Здесь нужно бояться не штрафа, а того, что в противном случае такая поездка может стоить жизни. Артем Петров и Александр Абрамов. Вести. Ульяновск. Жители села Большой Нагаткина созвали сход граждан. Строящийся дом – вот проблема, которая объединила людей. Почему они против такого соседства и что в сложившихся обстоятельствах предпринимает власть, расскажет Элла Шахова. Строительство нового трехэтажного дома на 30 квартир по улице Молодежной вскрыло коммунальные проблемы села Большой Нагаткина теперь уже на весь регион. Перебой с водой, особенно летом, обычное дело, говорят местные жители. Мы находимся на самой высшей точке района, села, и до нас вода просто-напросто летом, когда в жару особенно, не доходит. Мы страдаем. От нашей сети как раз оно и будет, вот снабжение. Трехэтажный дом просто не потянет. Ну, отдельно, наверное, они водопровод для своих домов вряд ли подведут, потому что очень далеко расстояние. Это расстояние 17 километров, где-то Арвузовка. Это до Арвузовка. А Никулинская вода? Перебой с водой – не единственная коммунальная проблема жителей села. В аварийном состоянии находится очистительная система села Большой Нагаткина. И если бывают порывы, то нижние улицы вообще затапливают, извините, пожалуйста, фекалиями. Если она будет подключена к общей канализации, она же будет нагрузкой еще больше идти. А еще большинагаткинцы утверждают, что котлован нового дома начали рыть как раз на месте, где местная ребятня играла в футбол. Здесь все качели, карусели, а там была футбольная площадка. А теперь нет. Там ни одной детской площадки нет. Все дети спускались сюда. Там тоже разного возраста. Там пять улиц, они все здесь играют. Разрешение на строительство нового дома на улице Молодежной было подписано еще как минимум год назад, рассказывают местные коммунальщики. Когда согласовали, в принципе, здесь воды хватает на взятки, даже лишнего. Здесь очень много воды берется для полива, для полива огородов, именно питьевой воды. Поэтому для питьевой воды здесь у нас воды хватало. Ему подписят. Доложено губернатору Сергею Ивановичу Морозову об данной ситуации. Он о ней в курсе, как я вам уже говорил. Он однозначно на вашей стороне, однозначно будет разбираться совместно, юридически с специалистами всех отраслей данной застройки дома и будет приниматься решение. Каким будет вердикт региональных властей, вышиногаткинцам обещали рассказать на таком же сходе позже. Но сами сельчане уже нашли выход, или точнее место под строительство дома. У нас старая, сгоревшая, очистили участок большой. Там большой участок под строительство дома. И там рядом вода очистила. Самый центр села. Единственный, кто не стал давать никаких комментариев, заказчик строительства. Элла Шахова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск, из Цельнинского района. Вести Ульяновск в прямом эфире. Продолжаем выпуск. Микрорайон Репина-Искра растет и активно развивается. Жители изменения видят и хотят, чтобы жизнь становилась еще комфортнее. О чем мечтают горожане и что делают городские власти, расскажем в следующем материале. В микрорайоне Репина-Искра сейчас меняют не только настоящее, но и будущее городского пространства. Оттого и приоритет в пользу нового детского сада логичен и вполне объясним. Строящийся объект рассчитан на 240 мест. Это 12 групп для малышей в возрасте от года до 7. Мы активно будем развивать логические, математические способности у наших дошколят. Вариативная часть образовательной программы будет направлена на формирование индивидуальной траектории развития ребенка и представлена рядом академии. У них дошкольников приобщат к моделированию и проектной деятельности, обучат ментальной арифметике и позаботятся об их здоровье, физическом и психологическом. Обучение в образовательном комплексе «Школа-детский сад» потечет по единому руслу. От истоков, начиная с дошкольных образовательных учреждений и заканчивая высшей школой. Но все это после окончания работы обязательной процедуры лицензирования. Мой трехлетний сын Егор, когда гуляем, говорит, что это мой садик. Ждем с нетерпением. Район большой, молодежный. Деток очень много. Садик очень нужен здесь. Строящиеся объекты социальной сферы только часть грандиозной стройки. Ее следы видны сейчас по всему микрорайону. Большая работа была проведена благодаря жителям в подготовке школьного маршрута, когда мы полностью проработали все маршруты движения школьников. Они выявили нам отсутствие ряда тротуаров в нужных местах. Также мы увидели отсутствие пешеходных переходов, необходимых нам. И мы постарались в этот год уже это сделать. О существующих проблемах власти знают. От общения не отворачиваются. Самые острые вопросы, расширение проезжей части на Репино, ремонт разбитой дороги на улице защитников Отечества и строительство скверов решаются совместно с жителями. По всему микрорайону ходили с активистами, с представителями администрации. То есть показывали, где нам какой тротуар проложить, где нам нужно какой-то дорожный знак. Из серьезных глобальных проблем, которые существуют, есть такие, как расширение выезда с микрорайона Репино, потому что там огромные пробки. Сам часто очень испытываю на себе эти трудности вместе с жителями. Соответственно, в планах будем работать в этом направлении. Ну и, естественно, конечно же, это ремонт дворовых территорий. Это основные задачи, которые мы на сегодняшний день хотим решать. Работа по благоустройству продолжается. Планы по преображению микрорайона поступают от жителей постоянно. Окончательные решения по проектам принимаются только с учетом мнения активных и неравнодушных горожан. Взаимодействие жителей и городских властей позволяет эффективно решать возникающие вопросы. Олег Тюрин, Павел Игнатьев, Александр Аврамов. Вести. Ульяновск. Семьсот тысяч на собственный дом. На очередном демографическом совете в Цельнинском районе обсудили новые субсидии многодетным семьям. Со следующего года в силу вступает закон, который поможет семьям, получившим бесплатные земельные участки в строительстве собственных домов. Семьи смогут выбрать одну из двух выплат 300 и 700 тысяч рублей. Первую выплату можно будет направить на первоначальный взнос по кредиту при строительстве своих домов. Вторую выплату можно будет направить на частичное возмещение тех затрат семьи, которые они потратили на строительство домов. Также сейчас разрабатывается проект закона о выплате молодым мамам по 100 тысяч рублей. Как отмечают эксперты, финансовая поддержка поможет многодетным и молодым родителям. Кроме того, также на совете Сергей Морозов наградил удостоверениями и почетными знаками ветеранов труда Ульяновской области. У Василия Суботина общий трудовой стаж 42 года. За это время уроженец Кузоватовского района успел поработать и на механическом заводе, и в милиции, и в доме управления. Сейчас, являясь директором собственной фирмы, Василий Николаевич активно занимается благотворительностью. Мало помогает школам кто-то, но я стараюсь им помогать. Мы занимаемся электромонтажной работой и пожарной сигнализацией, строительством. Я в этом помогаю. Что-то, свет сделать где-то, где-то еще какие-то методы сделать. Губернатор также поздравил женщин с Международным днем сельских женщин. Отличившиеся были награждены благодатственными письмами от главы региона. Всемирный день анестезиолога-реаниматолога отмечается 16 октября во многих странах. История этой области медицины началась в 1846 году. Американский зубной врач Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом. Впервые было публично продемонстрировано успешное применение анестезии для создания общего наркоза. Сейчас анестезиология неотъемлемо сопровождает не только хирургии, но и другие области медицины. В реанимационное отделение областной детской клинической больницы в год попадает 1200 пациентов. Сюда привозят тяжелых больных со всей области. Принимают в это отделение детей и из неврологии, эндокринологии, хирургии. У врача-реаниматолога время X острее, чем у многих других. Когда пациенту в крайне тяжелом состоянии с нарушением жизненно важных функций, нужно быстро и качественно оказывать помощь, которая буквально тут идет на считанные минуты, секунды. И от твоих действий как раз именно в первые минуты у таких пациентов и зависит дальнейшая судьба пациента. Важный факт. Процент смертности в отделении реанимации у ДКБ ниже среднего по России. Владимир Вирюков возглавляет это отделение уже четверть века. Но здесь работают и молодые специалисты. Константин Тякин из династии врачей, а его дед Александр Тураев, тоже врач-реаниматолог, вообще был инициатором создания данного медучреждения. Сам Константин работает врачом три года. Но и у него уже есть свои незабываемые пациенты. Ребенок, наверное, лет пяти был, падение с высоты. Ребенка у приемного отделения летом. Вот мы его встретили все вместе. У ребенка было крайне тяжелое состояние. Через пару месяцев я гуляю уже со своим ребенком по парку. Вижу, гуляю, и идет мама с этим же мальчиком, то есть за ручку. И вот тогда я. Самый запоминающийся, наверное, момент. Иногда подходят на улицу и спрашивают, вы нас помните, мы у вас лежали тогда-то, тогда-то. Вот теперь у меня, смотрите, какой ребеночек вырос, уже там стоит мальчик подростковый. Это уже как мужчина, да, в метр под 80. И, естественно, конечно, это, наверное, самые приятные минуты. В четырех реанимационных отделениях перинатального центра «Мама» пациенты есть всегда. Самое уникальное из них специально оборудовано для недоношенных малышей. Они находятся в кювезах при температуре не ниже 28 градусов, закрытые от солнца. Допекаются, как в утробе мамы, набирают вес. Плюс уникальное современное оборудование и опыт врачей. И у всего этого уже есть свои результаты. Когда-то младенческая смертность, много лет тому назад, в общем-то, она была и 8 промилле, и 7 промилле. Потом за последние годы она приближалась к 5 промилле. И вот сейчас, по последним данным, мы имеем 3,5 промилле. Это вообще колоссальный результат. То есть это цифры, которые приравниваются к результатам московских центров. Промилле – это количество детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 новорожденных за год. А младенческая смертность является важной характеристикой общего состояния здоровья и уровня жизни населения страны, региона, города. Елла Шахова, Герман Баранов, Вести Ульяновск. На следующей неделе на нашем канале самая ожидаемая премьера сезона – Екатерина Самозванца. Продолжение исторической драмы о судьбе великой императрицы. Власть Екатерины и ее престол под угрозой. В Европе княжна Тараканова объявила себя дочерью и наследницей императрицы Елизаветы Петровны. На юге России разгорается бунт, возглавляемый другим самозванцем – Емельяном Пугачевым. Даже в собственных покоях Екатерина не может чувствовать себя в безопасности. Во дворце зреет заговор. Екатерина Самозванца. Смотрите с понедельника в 21 час. Большая премьера на телеканале «Россия». А в нашей программе далее ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». А мы встретимся вновь в 20 часов 44 минуты. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью по области от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Ульяновске от минус 1 до плюс 1. Завтра днем по области от 8 до 13, в Ульяновске от 10 до 12 градусов. Субтитры подогнал «Симон»